Волокна хризатилового азбеста известны уже несколько тысяч лет. В России первое месторождение хризатилы было открыто в 1720 году на реке Тагил на Урале. Минерал здесь добывали для промышленных и бытовых целей. Смешивали хризатиловое волокно со льном, ткали полотно и шили фартуки, рукавицы, даже делали бумагу. В 1885 году при добыче золота на Среднем Урале обнаружили самое большое месторождение хризатилов в мире – Баженовское. Сейчас карьер достигает в длину 12 километров, в ширину – 2,5 километра, а глубина его свыше 300 метров. В середине 70-х годов XX века на месторождении добывали до 2 миллионов тонн хризатил азбеста в год. Промышленная добыча минерала началась здесь в 1885 году. Второе по величине месторождения России – Киимбаевская. Длина его карьера – более 2600 метров, ширина – более 1400 метров, а глубина – около 200 метров. Здесь вот уже более 30 лет разработкой месторождения занимается один из крупнейших в мире производителей хризатилового волокна. Комбинат под названием «Оренбургские минералы», который выпускает в год более 500 тысяч тонн волокна различных марок. Хризатил азбест из российских месторождений отличает отсутствие примеси вредной амфиболовой группы, что делает его безопасным при добыче и использовании. С момента начала разработки и применения хризатила в различных отраслях отечественной промышленности ни на одном из трех разрабатываемых российских месторождений минерал не стал причиной развития эпидемии так называемых азбестообусловленных заболеваний. Для знакомства с хризатиловым производством мы отправимся на комбинат «Оренбургские минералы». Сам по себе азбест – это камень, который способен расщепляться на тончайшие, гибкие и прочные волокна. Из одного килограмма азбеста можно вытянуть нить длиной около 30 километров. Это сравнимо с расстоянием от Москвы до Подольска. На месторождении действует отлаженная система добычи руды с последующим расщеплением ее на волокна, которые в конечном итоге будут отправлены на производство хризатил содержащих продуктов. Технологическая схема дробильно-сортировочного комплекса предусматривает три стадии дробления. Сушку руды и четыре стадии классификации. Технология максимально сохраняет природную текстуру волокна, его длину и физико-механические свойства. Из отходов обогащения и вскрышных горных пород вырабатываются строительные материалы – песчано-щебеночные смеси. Это делает производство безотходным. На начало 21 века свыше 35 тысяч российских магистральных железнодорожных путей и 8 тысяч станционных были отсыпаны песчано-щебеночными смесями из отходов обогащения хризатил-азбеста. Большинство автомобильных дорог Уральского федерального округа построены с использованием таких песчано-щебеночных смесей. Хризатиловое месторождение – единственное место, где волокнистый минерал присутствует в чистом виде и где концентрация самих волокон в воздухе может превышать допустимую норму для здоровья человека. Именно поэтому требования охраны труда здесь очень высоки. В России они в разы строже, чем во всем мире. Например, у нас предельно допустимая концентрация содержания в воздухе на рабочих местах не должна превышать 2 миллиграмм на метр кубический. В Таиланде – до 5. На комбинате «Оренбургские минералы» предусмотрена оптимальная схема рециркуляции воздуха. Применяется целый комплекс оборудования по охране окружающей среды. Полностью механизирован и автоматизирован процесс упаковки, штабилирования и погрузки готовой продукции. Кроме того, для работников комбината предусмотрены сменная защитная одежда, индивидуальные респираторы и каски. Обязательно вносят они маски, респираторы. То есть это обязательно не выйдет на работу, на свой участок, если он не будет в респираторе. Респиратор в течение смены заменяется не один раз. Поэтому на шумных производствах у них беруши обязательно есть, мы это тоже контролируем. Каждый сотрудник регулярно проходит медосмотр и обязательную профилактику респираторных заболеваний. Там, где есть человек, не должно быть пыли. А там, где есть пыль, не должно быть человека. В этом и заключается принцип контролируемого использования хризатила. Россияне сталкиваются с изделиями на основе хризатила ежедневно. Например, для русских городов и сел привычным пейзажем являются дома, покрытые шифером. И все же, мало кто знает, что шифер производится из хризатил асбеста. Помимо кровли, из хризатила делают фасадные материалы, трубы и детали для транспортных средств. Всего более трех тысяч наименований продукции. Все они вошли в перечень разрешенных к применению в строительстве хризатилцементных материалов, которые в 2002 году утвердил главный санитарный врач России Геннадий Амищенко. В том же шифере на 85-90% цемента приходится всего 10-15% хризатилового волокна. Хризатилцемент – это особого рода бетон, в котором цемент обволакивает волокна хризатила и образует прочнейший монолит. Образованный материал не выделяет в окружающую среду вредных для человека веществ, что доказано многочисленными исследованиями ученых разных стран. Изделия на основе хризатилы отличаются экологичностью, так как производятся из натурального сырья. Термостойкостью – теплопроводность хризатилов 140 раз превышает показатели стали. Морозустойкостью – выдерживает до 150 циклов замораживания и оттаивания. Влагонепроницаемостью, высокой прочностью одно волокно с поперечным сечением 1 квадратный сантиметр выдерживает 300 килограмм нагрузки. Стойкостью к биологическому и химическому воздействию – это материал щелочестойкий. И отличной звукоизоляцией. Именно эти качества хризатила используются в жилищном строительстве, в самолёта и кораблестроении при производстве космических спутников, атомных реакторов и подводных лодок. Шифер является кровлей номер один и составляет более 50% российского рынка кровельных материалов. В малоэтажном и сельском строительстве доля шифера и вовсе доходит до 80%. На основе хризатила производят волнистый и плоский прессованный и непрессованный шифер. Первый чаще всего бывает серого цвета, неокрашенный. Именно такой обычно встречается в сельской местности. Сегодня технологии позволяют производить окрашенный волнистый шифер, так что в скором времени в типичных российских пейзажах появятся новые яркие краски. Фасадные вентилируемые панели на основе хризатила – это современное решение как для загородного частного строительства, так и для городов. Эти панели позволяют кардинально изменить облик любого здания, сократить затраты на отделку и дальнейшее обслуживание дома. Хризатил-содержащие фасадные панели можно устанавливать независимо от погодных и климатических условий. Монтаж допустим в любое время года и при любой температуре. Срок эксплуатации достигает 20 лет без ремонта. Хризатил-цементные трубы – современное и эффективное решение проблем ЖКХ. Они в 4-5 раз дешевле традиционных стальных аналогов. Практически не имеют ограничений на транспортировку воды, в отличие от металлических и пластиковых собратьев. Любого рода химические и физические реакции в случае с хризатил-цементными трубами исключены. Поэтому спектр их применения не ограничивается водопроводом. Эти трубы хороши для мусоропроводов, канализации и электропроводки. Хризатил нашел применение и в автомобильном производстве. На протяжении многих десятилетий в России и мире тормозные колодки производят на основе хризатил-азбеста. По соотношению цена-качество с этим материалом не может сравниться ни один аналог. Безопасность подтверждена опытным путем. При торможении хризатиловое волокно в колодке нагревается и преобразуется в инертное вещество, которое не является канцерогеном. Не оказывает никакого негативного влияния на здоровье водителя, пешеходов или окружающую среду. Такие колодки как нельзя лучше предохраняют тормозные механизмы от износа. В США из-за страха перед азбестом автопроизводители вынуждены были отказаться от хризатиловых колодок. Хотя запрет на них так и не был официально принят. В Штатах стали использовать недолговечные заменители, которые наилучшим образом обогащают сервисные компании все новым капиталом. Но как показала практика, при использовании безазбестовых компонентов резко возросла аварийность большегрузного автотранспорта. И США вновь вернулись к использованию азбеста, содержащих тормозных колодок. В России, где хризатил признан безопасным и экологически чистым минералом, колодки на его основе широко используются в автомобилестроении. До сих пор не нашлось достойной замены азбестовых колодок в общественном колесном транспорте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok